Вы помните, как в прошлых видео мы делали костюм Халка из монтажной пены и устраивали челлендж «Носки это мины». А сегодня мы приготовили кое-что особенное. Многие уже проводили эксперименты с вафельницами, но мы сделаем с ней то, чего не делал еще никто. Посмотрим, что произойдет, если в вафельнице окажется колбаса из туалетной бумаги. Интересно? Тогда поехали! Привет, друзья! Вы на канале Экспериментатор. Этот опыт мы проведем в самом секретном... Ладно, мне кажется, вы уже давно могли найти секретный район гармонии, поэтому я не буду говорить, где он находится. Для этого эксперимента мне понадобится вафельница и наша уникальная колбаса. Вы наверняка помните, как в одном из прошлых роликов мы показывали, что нужно, чтобы легко сделать такую колбасу. Теперь я добавил пару секретных ингредиентов и она стала похожей на настоящую на все 100%. А свои догадки, что я туда добавил, пишите в комменты. А кто это по ней ползет? Это же мой новый друг. Знакомьтесь, это муравейчик Валера. Он еще один экспериментатор. Ведь в секретном 184-м правиле экспериментатора сказано, что никто не знает, сколько экспериментаторов. И он будет помогать нам проводить эксперименты. Как вы думаете, подходит такое имя нашему муравью? Отрезаю небольшой кусочек своей колбаски. До сих пор удивляюсь, как из обычной туалетной бумаги можно сделать такую колбасу. Поэтому всегда помните про 263-е секретные правила экспериментатора. Сомневайся во всем, даже в том, что видишь. Но никто об этом не должен знать. Мы все подготовили. Можно включать вафельницу. Ох, это было больно. Включаю в розетку. Отлично, лампочка загорелась и вафельница нагревается. А теперь ждем. Вон та зеленая лампочка должна погаснуть. Так, кажется лампочка уже погасла. Возьму кусок колбасы. Оп, и положу на вафельницу. О, она жарится, как будто на сковороде. Давайте накроем верхней частью и посмотрим, что произойдет. Скоро мой обед будет готов. Я подождал уже несколько минут, и мне кажется, что пора открывать. Ммм, там почти ничего не произошло. О, нет! Ну-ка придавлю посильнее. О, гляньте, оттуда потекла жидкость. Вы только посмотрите, что случилось с колбасой. Она закипела и растеклась. Такого я точно не ожидал. Наш муравей явно разочарован тем, что из этого получилось. Смотрите, как недовольно он мотыляет своими усиками. Колбаса растеклась еще больше и немного прилипла к верхней крышке. Но самое главное из этого, это то, что мы смогли найти способ, как проверить колбасу на качество. Давайте посмотрим. Жидкость выступила из нее, а бумагу стало четко видно на вафельнице. Вот у нас и получился новый лайфхак. Как проверить, настоящая колбаса или нет. А как бы вы проверили колбасу? Пишите в комменты. Возьму ложку и насыплю в тарелку то, что у нас получилось. Попробую колбасу. Ммм, нет, вкуснее не стало. Никому не посоветую это есть. Лучше попробую за вас сам. Вот только посмотрите, какой бардак мы здесь устроили. А мне нужно теперь все это прибрать. Так что давайте подведем итоги. Сегодня мы провели новый улетный эксперимент с вафельницей. Узнали, что нужно делать, чтобы понять, настоящая колбаса или нет. И приняли в команду нового экспериментатора. Муравья Валеру. Предлагайте в комменты свои варианты, что еще можно сделать с вафельницей. Кстати, вы помните конкурс из прошлого видео? У нас есть безусловный победитель. Он написал нереально длинный коммент. Но и другие ребята тоже старались. Хотя сколько можно написать максимум, мы так и не узнали. Так что если кто знает, напишите в комментах, какой предел комментария на ютубе. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.